В 12 часов дня у мобильного фельдшерско-акушерского пункта, расположившегося на центральной площади в Одинцове, около 40-50 человек. Нерабочие дни жители города решили использовать для вакцинации. Сделать прививку без предварительной записи здесь можно от гриппа и ковида, в том числе провести ревакцинацию. Мы уже сейчас разрешили вместе грипп с ковидом колоть, так что идут пациенты, которые одновременно и грипп, и ковид колят. Кто хочет, те отдельно колят, кто не хочет, те вместе просят, дайте мне и грипп, и ковид одновременно. Желающих много. Рекомендации после прививки одинаковы для всех. Не тереть и не мочить место укола, в течение трех дней принимать антигистаминные препараты, если поднимается температура, использовать жаропонижающее. Среди тех, кто пришел сегодня впервые сделать прививку от коронавирусной инфекции, и Надежда Юрьевна. Чтобы обезопасить себя и свою семью. Хотя вся семья у меня год назад переболела ковидом. Муж очень тяжело болел. Лежал три недели в 45-й Звенигородской больнице в красной зоне. 72% было поражений легких. 12% было у дочки. Я без температуры, без поражений, но я не ощущала запахов больше двух недель. Младшая дочка бессимптомно вообще болела. Болеть не понравилось. Особенно мужу Надежды Юрьевны. За три недели он похудел на 25 килограмм. Восстанавливался долго. Не мог не просто ходить, но и держать ложку. В мае сдали тест на антитела. У всего семейства показатели были высокими. Но сейчас Надежда Юрьевна решила сделать двухкомпонентную прививку спутникам. А через полгода собирается прийти на ревакцинацию. Кто пережил, кто это перестрадал, те могут, конечно, понять. Ну а те, кто относится так, что это все неправда, и нас все это минует, вот это действительно неправда. Это может настичь каждого в любой момент. От этого никто не застрахован. Мобильный ФАП на Центральной площади в Одинцове работает по средам и субботам с 10 утра до 3 часов дня. Для проведения вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, полис и СНИЛС. Прививку от гриппа сделают вакцины с авигрипп. От коронавируса спутником ВИ или однокомпонентным спутником ЛАЙТ. Он доступен для переболевших или для проведения ревакцинации. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.